всем привет сегодня я снова рисую тюльпаны несмотря на то что у меня есть натюрморт у меня есть постановка с этими живыми цветами сегодня моя работа будет слегка отвлеченной более воздушной наверное близкой какой-то больше абстрактной техники рисовать я буду акриловыми красками как всегда помимо красок у меня в арсенале кисти одноразовые тарелочки вместо палитры важные салфетки и бумажные полотенца для того чтобы в процессе было удобно быстро вытирать кисточки ну и в общем то для того чтобы начать мы как всегда выбираем ту часть своей постановки которую мы рисуем посмотрите внимательно на эту красоту какие конкретные цветочки вам хотелось бы нарисовать если у вас стоит живой букет выберите ту часть этого букета которая как вам кажется было бы наиболее эффектной наиболее красивой для вашей работы иногда мы рисуем цветы уже по готовому фону если цвет цветов достаточно плотный насыщенный это оправдана тем что вы экономите время в работе вы можете сделать фон и потом начать по нему писать цветы в данной работе сколько у меня фон достаточно плотный я изначально намечаю где у меня цветы и только потом приступаю к фону я нарисовала вот эти вот абстрактные какие-то да неровные пятна желтым цветом это наши серединочки это та часть внутренняя цветочка которую я вижу открытой и в принципе да вы можете начать изначально разложить на начать рисовать эти цветы там где вам хочется вы добавляете несколько цветов из своего букета и потом красной краской поскольку тюльпаны у меня все-таки красненькие да только серединки внутри желтая красной краской я намечаю в эту окантовку лепестков которые собираются в розеточку добавляю несколько цветочков просто закрытой то вот тех которые я вижу боком сбоку у которых нету серединочки они у меня немножечко так уходят в край то есть композиция сегодня такая свободная это не натюрморт с натуры я просто подглядываю на цветы чтобы было легче рисовать но в целом я не рисую ни вазу не конкретные драпировки не прорисовываю складки и дальше я возьму другой красный цвет он ближе к вишневому он более насыщенный и более холодный в отличие от этого клубничного красного и слегка прохожусь по теням то есть в каждом цветочке внутри у меня есть тень лепестки собираются в розеточку в чашечку поэтому они точно также там имеют теневую сторону я прохожусь по каждому и открытому и закрытому я добавляю им какие-то элементы немножко потемнее и только сейчас перехожу к работе с фоном не вытирая кисть после красных красок беру оранжевый цвет и прямо на своем холсте прямо на фоне на на своей основе начинаю замешивать какие-то оттенки я беру оранжевую кисть у меня было красным это все вы видите смешивается в один какой-то приятный рыженький цвет и набираю вот эту часть не прорисовывая конкретно складочки не прорисовывая драпировку я просто добавляю какой-то кусочек ткани сзади для того чтобы фон был более какой-то воздушный сочетание вот этого желтого оранжевого дадут нашим цветам большую воздушность вы видите что я добавила слегка шоколадного цвета и пока мой фон мокрый я могу перемешать сделать границы вот этого темного коричневого цвета вместе с красным не такими жесткими я постепенно домешивать до красного можно добавить капельку белой краски для того чтобы цвет получился более светлым и более бледным и дальше слегка вытираем кисточку после этих красно-рыжих цветов для того чтобы перейти ко второй ткани я мешаю желтую краску вместе с белой получаю нежно-банановый красивый цвет и для начала просто закрываю пространство вокруг рыжего вот этим красивым светлым банановым цветом для того чтобы добавить ему объем я добавила буквально капельку зеленого цвета в этот свой банановый он получается ближе к серо-зеленому наверное плюс когда вы рисуете вокруг красных цветов они не высохли мне очень нравится этот эффект воздушности поэтому я заложу немножечко да на красный цветочек получаются красивые розовато-зеленоватые оттенки какой-то красивый лиловый наверное цвет да то есть я мешаю разные цвета я намеренно добавляю немножечко красного в этот в этот цвет в эту кисточку для того чтобы обогатить свою палитру немножечко больше зеленого увидите что оттенки получаются красивые интересные вы можете добавить каплю шоколадного цвета и моя основная задача для того чтобы сегодняшняя работа была более воздушная и не было конкретного натюрморта я заложу опять же вот этими цветами на свою рыжую драпировку у меня нету четких складок у меня какой-то абстрактный воздушный фон для того чтобы эта работа выглядела более живой и дальше я обычным зеленым цветом обычной зеленой травяной краской намечаю свою зеленую массу у меня есть листочки опять же я рисую более абстрактную какую-то наверное работу это не натюрморт с натуры поэтому я раскидываю листочки подглядывая на оригинал но в целом так как мне хотелось бы по композиции то есть это немножечко легче чем рисовать из головы естественно когда у вас есть образец поэтому я всегда рекомендую если вы что-то делаете делайте это с натуры еще один нюанс в работе это то что я сейчас рисую по невысохшему фону сколько это задний план листьев я потом буду дальше прорисовывать всегда какими-то оттенками я буду добавлять им сочности яркости вы добавлять им и свет и тень на первом этапе я рисую по мокрому желто-оранжевый фон листики получаются более воздушными я не стремлюсь сделать их изначально такими плотными мясистыми потому что все равно буду прорабатывать все элементы но вот этот вот воздушный эффект сейчас подчеркнется еще больше если вы хотите добиться какой-то легкости в работе делайте достаточно быстро для того чтобы ваш фон не успевал подсыхать и когда я уже решила что листочков достаточно вот именно сейчас я подсушила на следующем этапе моей работы мне нужен сухой холст поэтому я сейчас немножечко подсушила я опять же сушу феном для того чтобы это было быстрее вы можете сделать небольшой перерывчик и просто передохнуть попить чай посмотреть на свою красивую работу я же подсушила феном вытерла кисть и дальше мешаю желтый цвет с капелькой зеленого для того чтобы добавить какие-то оттенки и объем в серединочке своим тюльпаном я прохожу с большой кисточкой практически по всем цветам которые раскрыты у которых мы видим желтый центр это добавит дополнительный объем это добавит это ощущение что внутри там есть тоже какая-то глубина и дальше в этот желтый зеленоватый оттенок я добавляю капельку черного чтобы сделать его темнее и точно так же как с предыдущим цветом я кое-где внутри вот в этих чашечках тюльпанов добавляю тени и дальше когда я закончилась зеленоватым цветом я вытираю кисточку и чистой кистью мешаю желтый с капелькой оранжевой краски добавляю его такими же крупными мазками в те цветы которые открыты для какого-то большего объема добавляю несколько других оттенков следующим этапом в работе мне нужен бордовый цвет я добавляю капельку черной краски в свой красный который холодный который вишневый получают насыщенный бордово винный оттенок и этим цветом достаточно темным и плотным я сейчас добавляю тени причем на этом этапе я возвращаюсь еще и к тем цветам которые у меня без желтых серединок и точно также добавляем какой-то объем добавляем вот этот темно-бордовый цвет дальше я хорошенечко вытираю кисть после бордового потому что следующим цветом который мы будем работать будет изумрудный мы мешаем синий зеленым получаем не совсем естественный цвет наверное он не вполне натуральный но для нашей работы он добавляет сразу контрастности и объема вы видите что он ложится плотным зеленым таким достаточно темным цветом я добавляю листики я кое-где добавляю какие-то веточки то есть вы сейчас на свое усмотрение добавляете какие-то зеленые элементы и дальше в этот же изумрудный цвет я добавляю немножко белой краски для того чтобы он стал чуть чуть поярче опять же цвет не совсем естественный но в общей массе он даст нам какое-то разнообразие зеленых оттенков точно также вытираю кисточку добавляю ярко-салатовый мне несколько зеленых в работе немножечко прохожусь какими-то стебелечками и веточками я добавляю листочки то есть сейчас пока не высох изумрудный цвет салатовый когда попадает на изумрудный тоже дает красивый объемный оттенок и дальше для того чтобы добавить объем и салатовому цвету тоже я домешиваю в него немножечко белил получаю более светлый цвет более светлый оттенок салатового и прохожусь по стебелькам обязательно нужно высветлить стебли поскольку стебли у тюльпанов всегда светлее чем сами листики и этим же цветом краешком кисти вы можете взять кисть более меньшего размера более тоненькую я прохожусь по кромочке листочков для того чтобы добавить им вот этой вот особой хрустящести которая свойственна именно тюльпановым листочкам и для того чтобы в целом закончить зеленью я добавляю в этот салатовый цвет еще больше белой краски он становится совсем совсем светленьким я делаю какие-то акценты на листочках добавляю светлые части на стебель очки для того чтобы зелень заиграла большим объемом и дальше чистой кисточкой просто красной краской не добавляя никаких у нее цветов и не мешая никаких оттенков я добавляю плотности яркости и сочности своим цветам на этом этапе я слегка прорисовываю лепестки я пытаюсь сделать форму своим цветам чтобы было понятно как и каким краем каким боком они на вас смотрят я добавляю лепесточки немножко намек на какую-то форму и объем тем цветам которые на заднем плане у меня боком смотрят на меня точно также я прохожусь по всем цветочкам чтобы добавить им более естественный вид конечно обратите внимание на то что я не закрываю полностью весь цветок красным цветом обязательно оставляйте вот эти кусочки первого полупрозрачного красного тогда получится дополнительный объем листики будут более живые и поскольку цветы у меня не просто красные у меня цветы с оранжево-желтыми краешками окантовочкой и вытираю кисть после красной краски и оранжевым цветом прохожусь им по лепесткам добавляя вот этот вот дополнительный объем дополнительно декоративный своим тюльпаном и после того когда я закончила с оранжевым цветом я беру свой бордовый винный темный цвет мы мешали красный с черным добавляю в него еще немножечко больше черного чтобы он стал насыщенным еще темнее и сейчас я добавляю какие-то акценты я углубляю тени добавляю серединочки вот эти темные немножечко в добавляю окантовку где-то у краешек листочков я добавляю помимо этого маленькие темные серединки тем цветам которые открыты когда вы видите открытый тюльпан на ярко-желтом фоне вы видите вот эти красивые черные контрастные пятна они добавляют именно принадлежность к тюльпанам сейчас наши цветы станут более менее похожи все-таки на тюльпаны а а и 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 дальше я смешиваю немножечко белой краски с красным для того чтобы он получился более светленьким он не розовый он пока просто немножечко светлее красный цвет точно так же я добавляю какие-то элементы какие-то мазочки пятнышки и оттенки на свои цветочки буквально несколько движений на каждый цветок чтобы его лепестки стали более объемными и дальше после красной краски я беру желтую красочку для того чтобы добавить в декоративности своим тюльпаном они у меня с красивыми желтыми краешками я пытаюсь сделать это на своей работе кисть должна быть полусухая для того чтобы это были не жирные такие кляксы а именно полувоздушные полупрозрачные еле дотрагиваемся кисточкой для того чтобы получить легкость вот эта воздушность каждого цветочка дальше когда мы закончили с этими желтыми полупрозрачными лепесточками окантовочками я добавляю немножко белил в этот же самый желтый цвет он получается ярче и светлее и вот сейчас именно яркими сочными мазочками плотными я беру краски побольше для того чтобы поставить акценты на этих лепестках добавляю какие-то детали элементы на кромочках этих листиков прорабатываю какие-то краешки лепестков для того чтобы мой цветок стал более живым более декоративным и когда я закончила с желтой краской вытираю кисть и чисто белой красочкой просто белой краской прямо из баночки я расставляю акценты по лепесткам и по цветам для начала нужно сделать вот эти серединочки у тюльпанов которые добавят объем и контраст и потом немножечко пару движений буквально несколько мазков даже может быть не на все цветы и расставляю какие-то светлые элементы кисть у меня вы обратили внимание поменьше то есть на этом этапе я беру кисточку потоньше для того чтобы они были более аккуратные для того чтобы серединочки были более правильные наверное какой-то формы и расставляю блики и пока у меня желтый цвет не высох кое-где он красиво перемешивается с этим белоснежным и добавляю вот эту вот легкость и воздушность наверное какую-то солнечность на своей цветочке и этой же белой краской я слегка прохожусь по стебелечкам по листикам к ним тоже добавляю какие-то светлые блики для того чтобы они были в такой общей гармонии с моими цветами и в конце для того чтобы завершить свою работу я хорошенечко вытираю кисть после белил и мешая зеленый с черным этот цвет должен быть достаточно темным для того чтобы добавить контраст добавить какие-то темные акценты самое главное когда вы будете подводить какие-то тени под листочками когда вы будете добавлять какие-то темные веточки не переборщите на этом этапе их должно быть немного это буквально какие-то легкие акценты всего несколько движений по работе для того чтобы придать и какой-то завершенности контрастность вот такая яркая сочная достаточно веселая картина сегодня у меня получилось конечно это не натюрморт с натуры это скорее такая свободная интерпретация натюрморта поскольку я рисовала только те элементы которые мне нравились я не рисовала драпировки вы видели что я не рисовала вазу в которой они стоят ну в общем то это такая свободная интерпретация позволяет немножечко расслабиться отойти от правильности отойти от каких-то норм законов построения натюрморта у меня своя свободная композиция своя свободная версия вот этих красивенных обалденных тюльпанов и конечно спасибо всем тем кто сегодня рисовал вместе со мной и всем тем кто наблюдает за моим творчеством до новых встреч ура ура у Селима